Выборы 2019 Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Грошев Владислав Евгеньевич. Я представляю партию КПРФ и являюсь кандидатом от этой партии по третьему одномандатному округу. Ну, коротко о себе. Я профессиональный юрист, мне 42 года, я увлекаюсь спортом, являюсь управляющим партнером одной из ведущих юридических компаний, которые имеют отделение в городе и занимаюсь практикой судебной уже на протяжении 20 лет. То есть в 99-м году началась моя трудовая деятельность. У меня есть успехи в этом направлении, множество побед в судебных процессах, и я реально представляю о том, как работает закон и как необходимо правильно подходить к законотворческой деятельности для того, чтобы все действительно работало. Я выбрал партию «Справедливая Россия» неспроста. Дело в том, что прежде чем вступить в эту партию, я узнал о всех парламентских партиях и прочитал все программы. В отличие от многих партий, у партии «Справедливая Россия» есть действительно грамотная экономическая программа, которую составляли люди, действительно понимающие в том, как и где взять деньги на все необходимые улучшения нашего качества жизни. Что во многих других партиях отсутствует, во многих других программах других партий. Я хочу сказать, что грамотная экономическая политика присутствует только в двух программах. Это у нас и у коммунистов. Ну, у коммунистов там есть свой нюанс. Они по старой формации хотят отказаться от прав собственности на средства производства, что, в общем-то, уменьшает возможности многих людей на самореализацию в области предпринимательства. В настоящий момент для многих это актуально, потому что мы привыкли к тому, что можно заработать деньги. Поэтому, собственно, я и выбрал эту партию. И что хочу сказать, у нас сложилась очень хорошая команда. У нас есть юристы и экономисты. Это действительно те люди, которые понимают в том, что нужно делать для города. Которые действительно непосредственно могут выступать с законотворческой инициативой и влиять на жизнь. С исполнительной властью многие наши депутаты предыдущего совета не смогли настроить конструктивную какую-то связь в связи с тем, что одни чиновники парируют именно законом, а люди хорошие, замечательные, но, к сожалению, не совсем компетентные в плане законодательства, воспринимают их доводы не совсем правильно. То есть, вместо того, чтобы оперировать нормативными актами, начинается вполне неконструктивный и эмоциональный разговор, что в итоге не приводит ни к чему. Поэтому я считаю, что наша команда, она действительно готова к тому, чтобы власть в городе была объективно, справедливой и правильно понимала потребности севастопольцев. Спасибо. Я вам напоминаю, что ваше сэкономленное время с первого блока переносится на третий блок. Оно у вас не сгорает. И переходим ко второму блоку. Здесь должны были быть вопросы и ответы по теме дебатов, но так как вашего оппонента нет, все шесть минут будут предоставлены вам. И озвучу тему. Тема дебатов, она одна. Программа качественных изменений в округе. Пять приоритетных шагов. Здесь вы можете по каждому пункту рассказать подробности, ваши комментарии, какие есть минусы, что вы будете делать, если станете депутатом. Прошу, ваши шесть минут. Спасибо. Дело в том, что проблемы города тесно взаимосвязаны с проблемами округа. В общем-то, одно неотъемлемо является частью другого. Мы живем в богатом городе, городе федерального назначения. Выделяются огромные средства для его благоустройства и развития. Однако эти программы, на которые выделяются эти средства, не реализуются. Самая большая проблема в нашем городе – это бедность. Бедность – не порог, это болезнь, которая лишает нас достойной жизни и надежды на будущее. Проблема эта возникает в связи с отсутствием, во-первых, квалифицированных рабочих мест для специалистов, условий для развития малого и среднего бизнеса и, как следствие, оттока капитала из региона. Вторая проблема – это недоступность медицины. Люди месяцами ждут приема у профильных специалистов, и в первую очередь это связано с дефицитом кадров. Но кадровый голод, он не рождается на пустом месте, это следствие нищенских зарплат. Вот представьте себе, человек 6 лет учится в институте, потом заканчивает аспирантуру, и в итоге он получает 15 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, это никуда не годится, и мы не должны экономить на нашем здоровье. Во всех городах федерального назначения и крупных российских городах существует доплата к заработной плате медицинских работников, и это нормальная практика, которая в итоге подтягивает специалистов, дает им возможность работать. Третья проблема – это образование. Здесь, в общем-то, та же проблема, что и в медицине – это нищенские зарплаты, как следствие отток квалифицированных специалистов в коммерческие структуры. Четвертая проблема – это недостаточная квалификация чиновников. Реализация всех программ города, связанных со знанием процессов и правовой грамотностью. Это приводит к постоянным проволочкам. В итоге не строятся школы, больницы, технопарк и производственный кластер, тормозятся развития городской среды. Пятая проблема – это недостаточность механизмов прямого народовластия. Из-за этого исполнительная власть не слышит жителей, растет социальная напряженность. Что же мы должны сделать? Мы должны создать условия для малого и среднего бизнеса. Драйверами развития могут быть, во-первых, госзаказ. Сегодня в городе проводятся сотни конкурсов на поставку товаров, работу, слуг. В связи с тем, что лоты укропняются, а подрядчик по условиям получает деньги только после выполнения заказа, в закупках на сегодняшний день может участвовать только крупный бизнес, которого в нашем городе практически нет. А тот, что есть, имеет свою нишу и уже работает без этих процедур. Это приводит к тому, что местные не участвуют в закупках, следовательно, происходит отток капитала в другие регионы. Налоги в казну от этих поступлений не поступают. Мы предлагаем разбить заказы на более мелкие. Это позволит местным предпринимателям выполнять эти работы. При этом выигрывают все. И предприниматели могут обеспечить свои семьи. И город наполнит бюджет из-за налоговых поступлений. Малая торговля. По всему городу закрывают рынки. Закрыт Шевченковский рынок. В следующем году планируют закрыть Юмашевский. Это касается уже непосредственно нашего района. Сотни семей севастопольцев теряют рабочие места и средства существования. Мы понимаем, что это в итоге приведет к ухудшению качества продукта в целом, так как торговые сети избавившихся от конкурентов будут либо повышать цены на продукты, либо ухудшать их качество. Для того, чтобы получить максимальную привык. Рынки надо привести в соответствии с нормами. Но сохранить и развивать это направление. Следующее направление. Туризм. Ни в одной стране мира нет такого количества памятников истории и культуры, как в Севастополе. И в то же время 90% этого потенциала не используется. Это и артиллерийские батареи. В настоящий момент брошенные никому не нужны. И рыбный порт. И так далее. Город может вложить средства в обеспечение инфраструктуры и восстановление этих памятников. Дать места для работы малому бизнесу. Это кафе, сувенирные лавки. Обеспечить транспортные маршруты, которые опять же могут быть заняты частниками. По второму блоку, по созданию квалифицированных рабочих мест, нам необходимо завершить создание технопарка и промышленного кластера. Дать работу молодым специалистам. В настоящий момент выделены огромные деньги и даже выделены земельные участки. Но, к сожалению, проект тормозится. По третьему вопросу, за счет дополнительных налоговых поступлений можно доплачивать зарплаты работникам и учителям. Тем самым, сохранить их уровень жизни и вернуть квалифицированные кадры в систему образования и медицинского обеспечения. Нам необходимо усилить ответственность чиновников за подготовку конкурсных процедур и качество технической документации при проведении торгов, что приведет к ускорению реализации госпрограмм. И последнее. Для того, чтобы обеспечить непосредственный инструмент народобластия, нам необходимо принять закон о петициях, как непосредственное влияние народа на исполнительную власть и продвижение своих интересов. Это не противоречит федеральному законодательству и снимает социальную напряженность в регионе. Более того, партия «Справедливая Россия» на федеральном уровне уже пробовала продвинуть данный законопроект, но, к сожалению, он не прошел слушания в связи с тем, что партия «Единая Россия» блокировала его в первом чтении. Я считаю, что бесполезно ругать власть. Все, что происходит, это следствие наших решений. Мы выбираем власть. Наш выбор определяет будущее. Поэтому мы должны ответственно делать свой выбор. Голосуйте за свое будущее. Никто не может оставаться безучастным сегодня. Если кто-то чувствует и готов, что что-то может изменить к лучшему, должен идти во власть. Именно поэтому я иду на выборы. Я надеюсь на вашу поддержку. На меня, как кандидата, в моей партии «Справедливая Россия». Спасибо. И переходим к третьему ретимирующему блоку. Это заявление участника по теме дебатов. Еще раз можно рассказать о себе от партии, от которой вы идете. Ваше общее время последнего блока две минуты. Сэкономили вы в первом блоке еще две минуты. Поэтому у вас четыре минуты. Владислав Евгеньевич, прошу вас. Ну, о себе я уже сказал достаточно. Я бы хотел сказать о том, что мы должны сделать. Сегодняшний день в стране сложилась ситуация, когда мы делаем выбор не просто среди кандидатов. Мы делаем выбор будущего, развития страны. Потому что, принимая того или иного кандидата, мы голосуем прежде всего за программу его партии. И мы должны понимать, что наша страна требует изменения курса. Требует более социальной направленности всех его институтов. И, соответственно, эти изменения должны коснуться каждого и улучшить его жизнь. Поэтому сегодня мы должны соответственно отнестись именно к выбору того своего будущего, которое будет в течение ближайших пяти лет вести город и воздействовать на все его процессы. Поэтому я, как и предыдущий оратор, настаиваю на том, чтобы вы грамотно подошли к этому вопросу. Изучите всех кандидатов, их биографию, их путь, их стремление. Вот что касается меня, я веду видеоблог и то, что я думаю, я выражаю в этих видео. Вы можете зайти на мою страницу ВКонтакте, и там есть ссылка на те видео, которые я предлагаю вам посмотреть в рамках этой предвыборной программы. Я рассказываю о том, как проходят выборы, кто я, зачем я иду во власть, как я живу. Вот. И, собственно, я хочу сказать, что у меня нет цели просто добиться власти. Я просто вижу, что в нашей стране происходит что-то не совсем понятное. И я вижу системные ошибки, которые возможно исправить и на уровне города, и на уровне государства. Я хочу заметить, что законодательное собрание имеет также и законодательную инициативу. Не только на местном уровне, но и на федеральном. Поэтому мы можем влиять на всех уровнях, на уровень жизни и в городе, и в нашей стране. Поэтому я призываю всех ответственно отнестись к этому вопросу и обязательно прийти на избирательные участки. Обязательно проголосовать я предлагаю за нашу партию. Она у нас в бюллетене по городскому списку под номером 2. И тем, кто будет голосовать за кандидатов по третьему одномандатному избирательному округу, за меня, за Грушеву Владислава Евгеньевича. И я надеюсь, что мы вместе добьемся успеха и действительно наведем в нашем городе порядок. Спасибо. Это были дебаты кандидата по одномандатным округам. Сегодня в студии был представитель третьего избирательного округа Грушев Владислав Евгеньевич. До новых встреч в эфире. Выборы 2019